Привет всем, меня зовут Евгений Алексеев Я хочу рассказать свою историю, как я пришел в бокс До этого я занимался кикбоксингом 15 лет С этим была связана вся моя жизнь сознательная С 6 лет я занимался тэквондоу Потом я решил заняться чем-то более жестким Пошел на муай-тай Когда наконец я подошел к серьезному уровню полки-боксу Все изменилось Был очень серьезный турнир KUK гран-при У меня был назначен бой На бой выходил я с полной уверенностью Все-таки арена Рига, мой родной город Я был уверен, что я выиграю этот гран-при Бой начался, провел два успешных удара Я со всей силы, со всего размаху выполнил удар снизу По полностью стоячей ноге Все произошло там ровно за секунду Я помню звук поломанной кости Не совсем в это поверил Это шоковое состояние было Единственное, что я помню Самые главные мысли во мне были Это как я дальше буду заниматься спортом И вообще смогу ли я ходить Когда я лег, через буквально секунд пять Начала болеть очень нога Арена, я помню, замолчала в этот момент Тишина была И я вообще в принципе не понимал, что происходит вокруг Я забыл вообще про все, что находится рядом Дыши, дыши, Женя, дыши Женя, все будет хорошо Все будет Я вылечусь Вы вылечишься, ты вылечишься Лена, не переживай, все хорошо будет Мама с отцом буквально через три минуты подошли к рингу Когда они поняли, что произошло Мама плакала И у всех было шоковое состояние Вот мои друзья, которые видели это Они мне после боя рассказывали, что им плохо становилось Такое нечасто видишь вживую Как нога, она пополам ломается от удара Два месяца я отходил на костылях Нужно было, так сказать, осваиваться, адаптироваться к этому стилю жизни Первая тренировка я вообще даже на костылях провел Я пришел в зал, спокойненько позаниматься, так сказать, фитнесом Но это было очень тяжело После травмы нужно было как-то возвращаться на ринг Речь не шла о кейбоксе, потому что нога еще не до конца зажила И я начал оттачивать свои боксерские навыки более глубоко Отрабатывал удары по лапам, по мешку Я провел два боксерских поединка После чего я начал понимать, что в кейбокс я не хочу возвращаться Пост-травматический синдром у меня присутствовал Не мог смотреть, как люди бьют лоу-кики друг к другу Мне начинает нравиться бокс Во многом благодаря Майрису Бредису И многим мировым примерам, которые из кейбоксинга успешно переходили в бокс И у них очень много чего получалось Прошел год На этот момент у меня уже было проведено 4 боя Но я понимал, что мне не хватает техники боксерской И на первых спарринках я так нормально отгреб Из кейбокса я взял хорошую жесткость У меня была и стойкость, я держал хорошо удары, блоки, защита Но это все было примитивно для боксерского уровня Мне не хватало понимания защиты перед движением на ногах И тогда я пришел к тренеру Михаилу Макееву И на протяжении трех месяцев он ставил мне по новому базу боксерскую Я пришел как новичок Бокс мне нравится больше, чем кейбоксинг Из своей вариативности, из количества стилей Из длины боя, стратегии Я начал потихонечку слышать о ЛНК боксинг И в один момент мы встретились с Евгением Сопроненко, с Вадимом Миловым И они предложили мне бой по боксу с Валерием Миклаускас Валерий Миклаускас очень хороший боец Он был сильным бумажником, кикбоксером И для меня это была хорошая проверка Я переживал за этот бой, потому что это мой пятый бой по счету Но первый осознанный бой по боксу Который действительно был тяжелый Которому я готовился к серьезному противостоянию На протяжении двух раундов Одиночными ударами я пытался начупать соперника После третьего раунда я уже раскрылся Почувствовал бой И начал перебоксировать Очень тяжелый бой Во-первых, это был шестирандовый бой Для меня это была впервые такая проверка Этот бой дал многое мне Помимо опыта, веры в себя То, что я могу двигаться в этом направлении боксерском Пробовать выступать на уровень выше Я помню этот день, когда анонсировали Всемирную боксерскую суперсерию у нас в Риге Когда менеджер подошел и сказал, что Мы сделаем тебе бой на суперсерии Тогда я понял для себя, что Ну все, братан, тут все по-серьезному Я был рад И одновременно на мои плечи легла такая большая ответственность В первую очередь перед самим собой С такой ответственностью И порождался какой-то страх Мой соперник был боец из России Андрей Ченцов На тот момент у него рекорд был 5-1 Он проиграл лишь хорошему бойцу из Тамбова Который шел без поражений Бой с Андреем Ченцовым прошел очень успешно Тяжелый бой Нужно было пристреляться, я довольно долго Искал дистанцию, но за три раунда я нашел дистанцию И хорошо поймал соперника Послал соперника в нокаут В тот момент я понял, что я делаю все правильно Соперник был очень опытный В один момент он занимал в мировом рейтинге 72-ю строчку То я понимал, что мне нужно прыгнуть выше головы Бой начался У меня даже получилось довести соперника до какого-то кризисного момента В стоячем нокдаун Но в силу неопытности своей, того, что мне не хватило методичности Завершить бой Я пошел и очень много сил отдал на то, чтобы добить соперника Последующие раунды у меня не так успешно получались В третьем раунде я также зацепил соперника очень плотненько Очень хороший нокдаун стоячий Соперника не отчитывали, потому что В силу опыта он зацепился в меня И просто не отклеивался Бой был равный Многие считают, что я проиграл этот бой Но я считаю, что раундом 3-3 И в силу того, что бой проходил дома Я его забрал Мой крайний бой 6 октября На ЛНК боксинг 9 Проходил с очень хорошим соперником из Польши Брежимиславов Горгон Физически, технически я был готов очень хорошо В первом раунде я почувствовал, что я могу В принципе форсировать события Обостряться, но это сыграло меня не на руку Получилось прямое попадание мне в челюсть Не помню точно чем Но в ближнем бою, скорее всего, это произошло головой Я не мог нормально держать капу во рту Она все время выпадала Рот у меня был постоянно открытый Кровь втекла оттуда Я не хотел поиграть в бой Я знал, что я буду драться до остановки Не важно, что будет происходить Любое попадание в челюсть, в голову Такое чувство, как будто ощущалось Как будто у тебя просто отнимается челюсть Резкая боль Мне приходилось адаптироваться к своему состоянию физическому В силу того, что было сломано на челюсть Искать удобные для себя позиции, чтобы не пропускать В каком-то смысле этот бой был для меня самым сложным за мою карьеру В силу того, что я понимал, что что-то не так с моей челюстью Я знал, что я буду идти до конца Мне нужно было выключить свои инстинкты самосохранения Что у меня успешно получилось выполнить И предлагаю драться Мне сделали операцию через пару дней Поставили две пластины После я отдыхал две недели Продолжал тренироваться С опухшей челюстью Довольно быстро вернулся в строй Но бой следующий не раньше, чем через 8 месяцев Очень повезло, что в третий раз у нас в Риге будет проходить суперсерия Когда я узнал об этом, я обрадовался Соперник белорус Сергей Хамитский Три года назад он дрался за титул WBO Европы и IBF интернационального мира Он эти бои выигрывал Он был чемпионом Европы Чемпионом мира по версии IBF Одной из самых знаменитых версий в мире Этот соперник отличается от всех моих предыдущих соперников кардинально Это опытом Он боксировал со многими именитыми бойцами В том числе и Геннадием Головкиным Он создавал ему проблемы в бою Для меня это следующий шаг На протяжении двух лет совершенствуется система подготовки Я понимаю уже свой стиль Мои плюсы, мои минусы В чем мне нужно дорабатывать И мы с моими тренерами работаем четко в этом направлении Мы достаточно серьезно подходим к этому бою Потому что человек, который выйдет против Жени Имеет огромный опыт Он боксировал с такими известными боксерами Как Геннадий Головкин Имеет за своей спиной, скажем, поединки Достаточно длинные, серьезные, тяжелые Я думаю, что рассчитывать на то, что мы выйдем И пройдемся легко по нему Ну, это глупо Поэтому мы настроены очень серьезно, сфокусированы У Жени против него есть молодость, характер, мотивация Мы должны выйти в ринг и отработать на классе Задача, скажем так, не отпускать и все время работать на высоком темпе Это будет таким нашим большим плюсом Молодость, характер, мотивация Все, что есть у Жени на сегодняшний день За 18 минут он должен показать все свои силы физические Все свои знания То есть всю свою технику У нас был большой перерыв Очень большой Но мы все время работали, тяжело работали И поэтому накопили достаточно много знаний Новые технические какие-то наработки есть Тактическое мышление совершенно другое То есть сейчас у Жени он работает иначе не так, как он работал раньше Но вот это все надо сложить вместе И показать в ринге за 18 минут И это не будет марафоном, это будет спринт То есть мы должны как 100 метров взорваться Пробежать, пока не прозвучал в последнем раунде гонок Мы должны просто выкладываться на все 100%